Сегодня 100-летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны, житель Черкесска Хамид Абулович Кономатов. Именинника поздравил глава Карачаева-Черкесия Рашид Тимрезов, написавший в своем телеграм-канале «Желаю нашему дорогому земляку крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа и благополучия. Низкий поклон Хамиду Абуловичу и вечная слава подвигу советского солдата». В гостях у Хамида Абуловича в этот день побывали почетные гости. Отчествование ветерана в репортаже Артура Махце. Сегодня ему исполнилось 100 лет. Умудренный военным и жизненным опытом, Хамид Абулович может подолгу отвечать, наверное, на любой вопрос. А тогда, в июне 1941 года, отправившись защищать родину, он вряд ли думал, сколько всего сложного и драматичного уготовила ему судьба. Так, с ноября 1943 и до конца войны, физически оставаясь на фронте, душой Хамид Канаматов находился рядом с депортированными родными. «Рапорт все подробно описала о своих родителях. Сегодня, когда мои родители находятся под дулом комендатуры, при благое меня в рядах победоносных красной армии, исчезая политической незапустимой ошибкой. Прошу вас, как представитель правительства, защитить моих родителей». В этот день у Хамид Абуловича и его родных приятные хлопоты. Одно за другим следует поздравление с юбилеем. Мэр Черкесска Алексей Баскаев зачитал пожелания от первого лица государства. «Ваш трудовой жизненный путь, любовь к родине и вера в правое дело всегда будут служить примером для молодежи, для всех нас. Желаю вам здоровья и бодрости духа, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин». Заслуги нашего земляка на полях сражений отмечены боевыми наградами. Хамид Абулович удостоен орденов Отечественной войны первой и второй степени, двух орденов Красной звезды, нескольких медалей. Но и после окончания службы в армии его жизнь – это путь патриота своей родины, человека, которому небезразлична история страны. «Мы всех погибших воинов должны почитать и зиготно. Если мы их осуществим, то Россия никогда не победит». Артур Махце, Вести, Карачаево, Черкесия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова